СЕЦИЛИЯ Некоторые из наших дорогих зрителей просили показать, как на Сицилии готовят вяленые помидоры. Лондон – это не Сицилия. Здесь большие проблемы с солнцем. Вот типичная погода в Лондоне. Хорошо, что сегодня хотя бы нет дождя. Как вы видите, нет даже и намёка на солнце. При такой пасмурной погоде приготовить настоящие сицилийские вяленые на солнце помидоры будет очень трудно. Но у сицилийцев есть ещё и другой рецепт. Вот так вот разрезаем помидоры пополам. Можно такие круглые, можно продолговатые помидоры, какие у вас есть. Я лично люблю вот эту часть вырезать, но это не обязательно. По вашему выбору. Вот так вот вырезаем. Помидоры готовы. Нам понадобится противень. Застелим его пергаментной бумагой. На поверхности вот этих помидор сделаем вот такие маленькие надрезы. Несколько, два-три надрезы. Не очень, не глубоких надрезы. Вот так вот сделаем. Маленькие зубчики чеснока мы сюда добавим. И будет ещё ароматнее и вкуснее. Помидоры почти готовы. Теперь отодвинем. Подготовим чеснок. Очистим и нарежем. Берём зубчик чеснока и мелко нарежем. Мелко нарезанный дольками чеснок мы уместим в эти надрезы. И теперь ставим этот противень в духовку, разогретую до 180 градусов Цельсия на 30 минут. И пока наши помидоры в духовке, подготовим соус для них. Для этого, вот смотрите, очищенный чеснок нужно продавить через чеснокодавилку. Количество чеснока сами, пожалуйста, определяйте, насколько вы любите чеснок. От чеснока это блюдо станет ещё лучше. Это на мой вкус. А вы уже сами определяйте, как вам лучше. Я женщина с Кавказа, а на Кавказе чеснок в большом почёте. И теперь к продавленному чесноку добавляем соль. Перемешаем хорошенько. Соль, конечно же, по вашему вкусу. Также сюда я добавлю орегано. Итальянцы, и особенно сицилийцы, очень любят орегано. Орегано, орегано тоже с ударением, я не знаю, куда правильно ставить. И, конечно же, сюда очень подойдёт острый перец. Но так как моя дочка не любит острое, я немного чеснока, вот этой чесночной смеси, перенесу сюда. Сюда я добавлю острый перец. Это для меня и для Франко. Тоже перемешаем. Под конец это всё заливаем оливковым маслом. Конечно же, куда итальянцы без оливкового масла. Перемешали хорошенько. Теперь попробуйте, пожалуйста, если не хватает соли, перца или, может быть, больше, чем вы хотели бы, то отрегулируйте на ваш вкус. Остатки этого соуса вы можете использовать для приготовления других блюд. Будет очень вкусно. Это убираем. И для Алича мы тоже подготовим соус. Этот соус можно использовать прямо так, а можно добавить ещё туда мелко нарезанную свежую зелень. Вот у меня здесь петрушка. Я добавляю чуть-чуть сюда и чуть-чуть сюда. Перемешаем. Посмотрите, какой аппетитный, какой красивый соус у нас получился. И теперь дожидаемся, пока помидоры с одной стороны приготовятся. Прошло 30 минут. Теперь аккуратно переворачиваем помидорки на другую сторону. Сверху мы вот так вот добавим наш подготовленный соус. И вот эти несколько помидорчиков мы сделаем для Аличи, чтобы они были не острые. И опять ставим в духовку. Посмотрите на это чудо! Моим помидорам понадобилось полтора часа пробыть в духовке вот с этой стороны. И полчаса с другой стороны они пробыли. То есть в итоге они пробыли в духовке два часа. Вашим помидорам может понадобиться меньше времени. В зависимости от их размера и в зависимости от того, насколько они водянистые, эти помидоры. Вот эти помидоры были для Аличи, как вы помните. А эти с перчиком для нас. Как определить готовность помидор? Посмотрите на вот эти вот верхушки, на вот эти края помидор. Видите? Сразу видно по ним, что они поджарились. Это один из самых главных признаков того, что помидоры готовы. И второй, вот излишняя жидкость, которая выделилась во время выпекания, из помидор должна выпариться. Здесь было очень много жидкостей. И посмотрите, в основном все выпарилось. Конечно же, сколько жидкости выделится из помидор, зависит от того, насколько они водянистые. Посмотрите, какие чудесные вяленые помидоры у нас получились. Эти чудесные вкусные помидоры можно кушать просто с хлебом. Можно добавить в яичницу, можно добавить к макаронам, можно и в суп добавить к себе. То есть, сами выбирайте, как вам нравится и как вам приятнее. Посмотрите, как Франко украсил свою тарелку. Если вы пригласите кого-то и приготовите вот такую закуску, и еще и бокал вина, то все будут в восторге. Буан аппетит! Винтарко! Беккерри вино и помодори аэростити. Приятного вам аппетита! В чем секрет популярности итальянской кухни? В том, что из обычных продуктов итальянцы готовят супер вкусные блюда. Сегодняшний рецепт тому подтверждение.